МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отсюда до передовой линии обороны 11 километров. Там ежедневные обстрелы, провокации, бесконечное прощупывание наших позиций и поиск слабого места. Куда нанести удар? В ближайшем оперативном тылу намного тише. Но это лишь на первый взгляд. Здесь, в прифронтовой полосе, уже который год не утихает тайная война с вполне реальными жертвами, миллионными оборотами контрабанды, оружия, наркотиков. Здесь политический сепаратизм встречается с банальным бандитизмом. Здесь линия обороны закона. Здесь несет свою службу батальон Харьков. Курахово – это ближайший населенный пункт, где люди, въезжающие, могут получить пенсию, получить деньги, какие-то переводы, отправить посылки, просто приобрести продукты и необходимые вещи, что им нужно в магазинах. Прямая дорога – это прямо в Марьинку. Марьинка на 70% контролируется ВСУ Украины, а на 30% – сепаратисты. «Зеленка и дальше лес – это тоже территория уже Донецкой народной республики. Тут все поля, луга и окружающие территории, как правило, либо заминированы, либо максимально напичканы боеприпасами. После патрулирования выявляются различные нарушения административные, подда, ну, хулиганство, мародерство. И люди с разными вопросами, поддобытовых и житейских, идут сюда. Им больше некуда идти, кроме военной администрации и нас. Это мой родной город. Ну, это территория, на которой возможны разрушения домов, либо следствия обстрелов, либо травматизм, гибель людей. Здесь бывают боевые действия непосредственно, обстрелы и все остальное. Но, учитывая это все, здесь не прекращалась работа полиции. Даже сейчас она более эффективная, из-за того, что личный состав батальона Харьков не тоже помогает, а несут совместно с нами эту службу». Батальон МВД особого назначения Харьков образован в октябре 2015 года путем слияния добровольческих батальонов Харьков-1, Харьков-2 и Слабожанщина. «Слава России! Героям слава!» «Буквально на той неделе была проведена совместно со Службой безопасности Украины национального курдиверсионная операция по зачистке имена города Красногоровка. Были выявлены хранилища с боеприпасами, гранаты, гранатометы ручные, несколько автоматов. Были пару людей задержанных, тех, которых подозревают в причастности конкретно с информированием той стороны». «У нас ночью никто не спит. Мы постоянно во всей экипировке ходим, мало ли там, потому что начинаются взрывы, прилеты. Как бы сюда, как бы внимательно все слушаем. В случае чего, чтобы могли сразу выдвинуться в то или иное место для помощи или пострадавшим, или проникновению чему-то, ну как бы ДРГ даже того же. Если мы здесь сможем сдержать эту всю ситуацию, которая сейчас происходит, вы можете спать дома спокойно». Батальон «Харьков» с 2015 года несет службу в зоне АТО. Командует батальоном Владимир Проволовский. Курирует исполняющие обязанности заместители начальника ОВД Харьковской области Николай Черемухин. «У руководства непосредственно батальона бывает очень часто подвозят провизию, подвозят волонтерскую помощь. В Черемухе Николай Петрович очень часто у нас бывал и в Мариуполе, и в Марьинке на прошлой ротации. В этой ротации вот был тоже как бы и заместитель начальника ОВД, наверное, единственный человек, который здесь был с нами, и он непосредственно с нами и ночевал, и выезжал на определенные мероприятия, те, которые были организованы». Николай Черемухин из тех, кого знают хорошо, и один из тех, кому мало равнодушных. Одни его люто до хрипоты ненавидят, другие уважают. Молча, по-мужски. О нем много сказано и написано, но зачастую в этом куда больше легенд мифов, а то и откровенного вранья, чем правды. «Ну, я не обращал внимания. На меня писать начали где-то с 90-х годов. Вы же понимаете, чем больше работаешь, чем больше задерживаешь, тем больше у тебя, оказывается, недоброжелателей». Черемухин Николай Петрович, 51-го года рождения, харьковчанин, имеет высшее образование. Проходил службу в десантных войсках Вооруженных сил Советской Армии. Работу в милиции начал младшим инспектором уголовного розыска в 1980 году. За 15 лет дослужился до начальника уголовного розыска Харькова. В 2004 году работал заместителем начальника УБОП в Киеве. С 2004 по 2005 заместитель начальника областного управления милицией в Харьковской области. «Был Николай Петрович Рюмахин начальником управления на тот момент уголовного розыска. У него был зам начальника отдела Александр Викторович Лашин. И у Лашина был, соответственно, зам начальника отдела Александр Владимирович Попов. И нас еще 10 человек вместе с ними. Группа была признана, ну, отдел был признан один из лучших на Украине на тот момент, потому что мы раскрыли больше всех 69-х и больше всех задержали организованных преступных групп ОПГ, так называемых, на тот момент». «Вы видите слева и справа и пресечение попытки преступления». «Внимание! На должном при применении!» Харьков облетела новость об ограблении обменного пункта на Пушкинской. Об организованной преступности в те времена только начинали говорить вслух. А бандитский налет можно было увидеть разве что в фильмах. Для харьковских оперативников это был настоящий вызов. «Нападение на обменный пункт Бридж КСК, когда преступник, это, как потом выяснилось, были все военнослужащие. Офицеры этого подразделения, кто остался жив, чему вы организовали преступную группу и с оружием совершили нападение на обменный пункт фирмы Бридж КСК, расположенный на улице Пушкинской. И вот раскрытие этого преступления занимал и лично Николай Петрович, и выезжали в Чугую, в Башкировку. Там им большую роль свою проявили и в организации, и в личном раскрытии, и задержании преступника». «Я не могла этого не запомнить. Это было 13 декабря 1996 года. И вдруг сводка. Похищен ребенок. При этом сам отец не обращается в милицию. Ему запрещено это делать. Но Николай Петрович, он человек большого сердца и большой души. И он отец. Он прекрасно понимал, какую боль. Это был единственный ребенок, тем более в семье. Да сколько бы ни было детей, это не имеет значения. И он, собственно, озадачивает наших ребят заняться этим. И вот, не покладая рук, сами, не имея никакой информации, никакой связи с отцом похищенной девочки, спустя, я не помню, но в течение трех недель. Ребенка благополучно, благодаря усилиям только нашего коллектива. По чутким руководствам Николая Петровича. Вы его находят в Москве. Вот такой он специалист. У него, я бы сказала, дико развитая интуиция. Из личного дела Черемухина Николая Петровича разрабатывал и принимал участие в задержании преступной группы, возглавляемой гражданином Данилейко, совершившей более 50 квартирных краж. Преступные группы на Диахуба, совершившие более 10 разбойных нападений, тяжких телесных повреждений. Задержание гражданина Вродских, совершившего побег из исправительной колонии 18. Преступные группы на Виквотееве... В 1995 году, по-моему, октябрь месяц, было похищение студента Мединститута Карачарова. Родители были у него бизнесмены, фермеры. Продолжили за него выкуп. По-моему, 20 тысяч долларов, если не изменяет память. В ходе раскрытия этого преступления мы у меня в машине сидели, в засаде. Я говорю, ну ладно, я там. Ну зачем вам это надо? Зачем был подполковником милиции? Вам-то зачем это надо? Сидеть ночью в Купинске, там, или в Балакле, я уже не помню. Не в Балакле, в Боровой где-то. Ну, тогда как-то это личные качества. Ну, это целеустремленный волевой человек, фартовый, в раскрытии преступлений. Черемухин никогда не любил рассказывать о себе. Говорил, число раскрытых преступлений и бандиты за решеткой – вот показатели нашей работы. По словам ребят его оперативной группы, не требовало от подчиненных соблюдение графика работы. Хоть вообще в кабинет не заходи. Раскрытие давай. Раньше мы работали, когда уголовный розыск был, по старому пока работали, у нас было очень просто. Мы сами задерживали, мы раскалывали, и следователь уже подключался к человеку, когда он полностью готов. И следователь у нас задерживая не принимал, если он не дал показания свои, не взяли мы у него вещественные доказательства и полностью все тогда передаем следователю. И приходили люди тогда в милицию, приходили в розыск. Я пошел, потому что я хотел этим заниматься. Я пришел, я начал с младшего инспектора уголовного розыска, там карманика ловили, и с этого, и все пошло. Этот человек, который отличался в своей работе уникальным чувством предвидения ситуации. То есть это опыт, это не просто там талант, там прозрение, это опыт, опыт, еще раз опыт. К опыту еще доложить желание в раскрытии преступления, задержания преступников, и плюс все-таки какие-то такие качества, ну, наверное, которые были ему присущи, личные, благодаря чему, в общем-то, любое преступление раскрывалось в кратчайшие сроки. Николай Петрович никогда не отсиживался на радиостанции, никогда не ждал результатов, сидя в кабинете у трубки телефона, нет. Он шел впереди, он не прятался за спиной мальчиков, он был рядом с ними, но чаще всего впереди. Сыскари и опера 80-х-90-х знали Николая Черемухина хорошо. В свое время это имя гремело по Харькову. Это тот самый Черемухин лично задерживал особо опасных преступников, который находил похищенных детей, за что был награжден орденом. Именно группа Черемухина помогла коллегам из Мура поймать опасную банду рецидивистов, расстрелявших московских милиционеров. Поэтому преступлению снят фильм «Бумер». Расстреляли там московских милиционеров. Один из преступников, который... Он был харьковский. И они приехали сюда. И спрятались в одной из бань, ну, сам слон основной, кто был. Ну, вот почему слон? Потому что он был очень здоровый, 2,10 рост, у него был где-то 100 кг, 110 кг вес. Встрятались за серпом и молотом, стадионом серпом и молотом в бане. Вот. И эту баню окружили. Вот. И задержали слона. Вот. Тот, кто, ну, основной, кто стрелок был, скажем так. А вообще их там было 4 человека. Когда задерживался преступник в свое время, он непременно шел в тюрьму. И никогда не оказывался на свободе. А поднять шум, рассказать, что задержали. А потом выясняется, что никого, в общем-то, никого не осудили. А что ж такое? А может быть, вы не доработали? А может быть, вы не задержали? Как положено, не задокументировали. У нас таких проколов не было. Я вот могу с уверенностью сказать. У нас преступников не отпускали. Никогда. Это было делом чести. Все. Любимый город спал спокойно. Дети вечером гуляли во дворах. Из личного дела Черемухина Николая Петровича. Принимал личное участие в задержании, руководил разработкой совместно с отделом уголовного розыска Дзержинского райотдела. Ликвидирована банда Гуковича в составе 5 человек за совершение убийства гражданина Волкова и нанесение тяжких телесных повреждений его жене. Убийство гражданина Буковина. Убийство сержанта милиции Малько при исполнении им служебных обязанностей. Вооруженное разбойное нападение на квартиры по адресам проспект Героев Сталинграда, Блюхера. Лично участвовал в задержании и руководил разработкой бандгруппы строгого за вымогательство с применением физического... В Советском Союзе это были 80-е годы был Харьковский метод работы сыска. Харьковский метод, который придумал и сделал музыка. И к нам приезжали, к нам в Харьков, приезжали тогда учиться. У нас была линия работы квартирные кражи и разбой на квартиры. И к нам приезжали со всего Советского Союза. Люди учиться у нас и наши опыты, чтобы использовать. Тогда школа очень серьезная у нас была. И когда где-то 85-86 год, когда пришел Горбачев в классе, и когда началось все это кооперативное движение, вот начали все это, музыка меня вызвала, говорит, Коль, говорит, тебе, говорит, наверное, надо, пора садиться на групповую преступность. Да, еще не было организованной преступности. Была групповая преступность. Он говорит, ну возьми себе человека три-четыре, отбери, говорит, и начинайте, говорит, на всех наших авторитетах собирать потихонечку информацию. И вот где-то с 85-го года я начал потихоньку собирать информацию, подрабатывал, там, кого задерживали, там, ну смотрели потихоньку. И когда пришел 89-й год, и был приказ, и создали первое отделение по борьбе с организованной преступностью в городе Харькове, он меня назначил начальником отделения. Отделение было организовано в 89-м году, а в 90-м году мы уже нанесли удар по харьковской преступности. И тогда мы задержали, у нас пошло по 56 человек. У нас была группа, это полностью всю новодомовскую преступную группировку мы тогда нейтрализовали. И в 90-м году мы их тогда рубанули всех, и суд крайний был практически в 93-м году, и вот у нас получилось 56 человек, у нас получили реальные сроки. Харьков так проскочил в 90-е годы без тех разборок, которые были в других городах. Обывателю середины десятых годов нынешнего столетия уже мало что говорят названия банд, клички, рецидивистов, которые орудовали здесь в 90-х. Криминальные страшилки стали историей. И в том, что произошло именно так, что разгул преступности был пресечен, главная заслуга у работников угрозыска. Работал же не только эти 12 человек в организованной преступности, работали и тяжкие, когда он стал начальником управления. Их возглавил Даниленко, Виталий Васильевич, тоже очень сильный профессионал, на которого Николай Петрович мог положиться. Потом Лашин Александр Викторович, зам поорганизованной стал, тоже он некоторые моменты перекладывал на них. И как бы вот работал целый коллектив. Но и коллективы райотделов уголовного розыска тоже очень серьезные и качественно работали. Поэтому Николай Петрович удалось создать определенную машину. Машину, механизм, каждый винтик которого выполнял определенную функцию. И поэтому уголовный розыск очень качественно работал. Результаты работы были очень высокие. Вот последнее такое резонансное преступление, которое мы раскрывали, это расстрел милиционера на улице Шариковой. Мы его раскрутили за пять дней. Там были свои нюансы, но за пять дней мы раскрутили, оружие изъяли, преступников задержали. Ну это уже были наши последние такие. Ну а так управление очень эффективно работало, розыск. Когда работали с ним, боялись его подвести. Он сумел расположить так. У него было любимое выражение, это мать вашу, вашу мать. Потом умничка, вы дебилы. Ну то есть среднего какого-то не было. Либо хорошо, либо плохо. И вот это плохо старались исправить, чтобы чаще была умничка. А, еще было любимое выражение, какие вы тяжелые люди. Ну это когда его забыли там забрать с потерпевшими. И он попал в метро и вышел из метро с автоматами, с потерпевшими, с рациями. А кто-то сидит и в рацию говорит, по-моему, предводителя забыли. И он выходит из метро, ударил ногой по колесу, говорит, какие вы тяжелые люди. Развернулся и пошел. Прошедшие годы не стерли из памяти имена бандитов детали многих операций и задержаний, на которые часто Черемухин выезжал лично. Разве можно забыть любимое дело, которому были отданы годы жизни? Где-то к 98-му году собралась эта критическая масса. И в это время поменялось руководство Министерства внутренних дел. Пришел господин Кравченко, министр, который меня досрочно полковник отдавал и орденом награждал. А через год он дал команду уничтожить в управлениях уголовно-розысков города Харькова. После ухода из органов Черемухин практически исчез из медийного поля. Без дела не сидел, работал и даже осуществил мечту детства. Харьков снова услышал о Черемухине весной 2014-го. Весной, которую в Харькове поспешили назвать русской. В принципе, я очень хорошо относился в свое время и к Путину, и к России. Очень хорошо. Ну, после того, что я увидел на Донбассе, сложно сказать, что они наши братья. Они поддержали, просто не поддержали бандитов тех, которые... Ну, нельзя, ну... Нельзя с бандитами. Я всю жизнь знаю, что с бандитами нельзя никаких дел иметь, потому что это... Особенно государственным чиновникам, государственным людям. Нельзя было делать президентом ранее судимого человека. Все. Вот это точка. В то время, как Украина избавлялась от преступной когорты Януковича, хоронила и оплакивала небесную сотню, в Крыму и на Востоке продолжалась раскачка народа. Тайно завозилось оружие, распространялись листовки экстремистского содержания. 9 марта произошел захват Луганской АДА. Точкой отсчета стало 6 апреля, когда толпа митингующих штурмом взяла здание СБУ в Луганске. Одновременно происходит захват ОГА в Донецке. 28 апреля в Луганске была провозглашена так называемая Луганская Народная Республика. К этому времени захваты административных зданий прошли в Краснодоне, Красном Луче, Торезе, Макеевке, Горловке и массе городков помельче. Практически в каждом из этих городков милиция без сопротивления сдавала оружейные комнаты нападавших. Милиция с народом! Милиция с народом! Милиция с народом! В Харькове антимайдановцы устраивают пикеты в защиту Беркута, якобы спасают его от расправы правосеков. Во время многочисленных во время многочисленных столкновений, когда на улицах города льется кровь сторонников Майдана, милиция проявляет поразительное равнодушие. Если не сказать больше, говоря проще, в апреле 2014 года реши сепаратисты действовать более нагло, массово, активно, в городе не нашлось бы силы, способной этому помешать. И это чудо, то, что мы город отстояли. Это чудо. Это просто из-за того, что в Харькове, может быть, больше было патриотов Украины, чем в том же Славянске. Тогда, в апреле 2014 года, главой МВД Арсеном Аваковым было принято решение о создании на Харьковщине добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения. Для защиты от преступных посягательств и охраны общественного порядка. Советником министра на то время был никто иной, как Черемухин Николай Петрович. Бытует мнение, что во многом благодаря его многолетнему опыту оперативника, умению прогнозировать ситуацию, действовать решительно в переломные моменты, не колеблясь брать ответственность на себя, в Харькове были объединены силы, способные профессионально противостоять готовившемуся захвату города. Когда Майдан победил, и Арсен Борисович был назначен министром внутренних дел, он меня пригласил и сказал, говорит, давай, Николай, едь в Харьков, начинай заниматься там работой по борьбе с сепаратистами, со всеми. Ну, в принципе, меня назначили, это советником министра, я проехал в город Харьков, здесь как раз попал в горячее время, когда захватывали вода, и мне пришлось 60 человек, которые прибыли, беркутята, которые прибыли с Майдана, они вместе со мной, мы заняли центральную часть на первом этаже, и вот 60 человек мы держали оборону от всей той массы, которая заходила. Сценарий захвата власти в Харькове был прописан по образу и подобию Донецкого и Луганского. В город завозили оружие, автобусы привозили гастролеров спасать русскоязычных братьев в Украине. Митинги за федерализацию возникали как помановению волшебной палочки. Первое, так сказать, столкновение Таруты, как она себя показала, это предотвращение захвата Харьковской области и всего города Харькова с сепаратистами, которые на тот момент привезли несколько десятков автобусов с Белгода приехало, создавалась, раскачивалась ситуация в городе, захват ОДА и все остальное с этим связанное. Вот когда Харьков ощутил звериную силу толпы, по-настоящему испугался, что зеленые человечки могут прийти освобождать его. Война стоит на пороге. Телевизор рассказывает о взрывах на железной дороге, о встрелах городских райотделов, военкоматов, погибших во время мирных митингов. Город полнится слухами, что к Белгородской границе стянуты российские танки. И там наверху уже договорились Харьков сдать. В школах люди из МЧС объясняют, как спасаться в случае бомбежки и что такое военное положение. А школьники и студенты отрабатывают правила эвакуации и оказания первой медицинской помощи. Люди живут в страхе и надежды на спасение. И слава Богу, нам удалось. Где-то май, май месяц нам удалось. Ну, в принципе, вот все ядро то, которое у нас в городе Харькове мутило всю эту ситуацию, мы ее все уничтожили. Отставные оперативники, сотрудники спецподразделений, бизнесмены и волонтеры, ядро тогда еще роты, получившей название «Харьков-2», сложилось из людей, трезво оценивавших ситуацию и готовых к действиям. И если с кадрами было все в порядке, то по части обмундирования, транспорта, оружия, дела обстояли скверно. Доходило до случаев просто анекдотических. Ситуация была такая, мы получили информацию, что на адресе, на Паловом поле находятся сепаратисты. А помимо моих действующих работников, те, которые были уже оформлены, еще мне пришли на добровольных начала, оказывали помощь бывшие мои сотрудники, которые со мной работали в уголовном розыске. И был такой Миша Бугай, интересный персонаж, он заканчивал свою службу начальником Волчанского райотдела. Сейчас он в запасе. И когда выехали туда, он говорит, ну что, у меня ничего нет, он взял кирпич, я буду сейчас кирпичом бить. Ну, тогда настроение во всех, все были за то, чтобы отстоять Украину. Настроение такое было. Поворотным моментом в истории Харькова, а тогда новообразованной роты Харьков-2, стал Славянск. 12 апреля 2014 года вооруженный отряд в камуфляже и масках захватил здание город-администрации славянской милиции, включив город в зону влияния самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Служба безопасности Украины установила личность руководителя российской диверсионной группы, которая действовала в Славянске, Игоря Стрелкова-Гиркина. По данным СБУ, в начале апреля Стрелков получил прямой приказ из Москвы начать масштабную диверсионную операцию на материковой части Украины, в частности, в Донецкой и Луганской областях. Вот здесь вот мы перешли границу, по этой трассе. Мы проехали до Славянска. Вот так вот мы оказались на юго-востоке. Началось все со Славянска. Сначала захватили райдел в Славянске, захватили СБУ в Славянске, уже пошло дальше. И уже после Славянска, ну как раковая опухоль, начало расползаться по всей Донецкой области. Вот поэтому Славянск был важен тем. Надо было Гиркина выбить оттуда. 13 апреля, после гибели в вооруженном столкновении с террористами капитана СБУ Геннадия Беличенко и ранения еще нескольких спецназовцев, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о начале антитеррористической операции. А то, пока люди на Донбассе привыкали к новой оккупационной жизни, Черемухин и его опергруппы нарабатывали информацию о дислокации сепаратистов в местах расположения огневых точек. С того момента, как Славянск был захвачен, Черемухин и сотрудники спецроты «Харьков-2», перебазировавшиеся к тому времени в Изюм, а также военные, начали подготовку операции по освобождению Славянска. В это время в Изюме жили товарищи, которые ранее проживали в городе Славянске. И когда Славянск был захвачен Гиркиным и его командой, они выехали в Изюм, бросили там все свое имущество, дома все, и жили в Изюме. Я с ними сразу наладил контакт. Почему мне было интересно? Потому что я мог получать информацию, то, что происходит в Славянске. А выехал я уже в апреле, в конце, наверное, апреля. Выехал, потому что жить уже было невозможно. Постоянные обстрелы, постоянная стрельба, постоянный такой бардак, навязывание, бери автомат, молодой, иди воюй, иди служи, защищай Донецк, защищай Донбасс. Начались эти баррикады, началось вот такой вот отжимы машин. Постоянная им помощь какая-то надо. Что-то, ну, постоянное требование. Андрей и его друзья, как местные жители, могли приезжать в Славянск, где собирали информацию для наших оперативников роты Харьков и военной разведки. После освобождения Славянска и без того непростой в криминогенном отношении регион был наводнен оружием и людьми, готовыми пустить его в ход без зазрения совести. Вскрытие тайных сетей контрабанды и наркотрафика, розыск сепаратистов, опасных уголовников, поиск тайников с оружием и даже разминирование территории, бойцам спецроты Харьков-2 работы хватало. И нам приходится фильтровать большое количество людей, чтобы установить тех лиц, которые напрямую причастны к тем действиям, которые были здесь и происходили здесь. Также занимаемся установлением схронов оружия, которые остались после ухода сепаратистов в Донецк. Ну и самое главное, это установление тех лиц, которых оставили с определенной задачей для проведения диверсионных действий. Один из батальонов, который, наверное, здесь ввел порядок и представлял законную власть здесь и делал так все в городе, чтобы было все нормально, тихо, спокойно и мирно. Возвращал город в мирное русло. Я часто заходил до Николая Петровича, когда он сюда приезжал. Я видел даже вереницу людей, которые приходили за каким-то советом, за какой-то просьбой, помощью. Так что показатели, это, конечно, граждане, которые живут здесь и которые приходили и просили какой-то помощи, какой-то защиты, потому что все боялись там и мародерства. Я же говорю, что люди пользовались какими-то моментами. Ну, они вели очень хорошую здесь службу. Был, был страх, был не страх, а просто переживание за ту ситуацию, что может это все распространиться на другие регионы востока, да, и пойти дальше. Ну, мы выполнили свои функциональные обязанности, я думаю, с достоинством пережили это все и отстояли свой город. Осенью 15-го года Добробаты интегрировали в официальные структуры МВД и ВСУ. В Харькове после длительных перипетий на месте трех подразделений появляется единое батальон «Харьков». Курировавший в Харькове деятельность добровольческих частей МВД на протяжении всего периода Николай Черемухин фактически остается куратором. Теперь к задачам сложной коммуникации между бойцами, местной властью, областным управлением МВД, бизнесом, волонтерами добавляется работа с министерством. А для батальона работа на фронте и в тылу, который кое-кто до сих пор мечтает превратить в передовую. Ну, это человек, который в течение трех лет, в общем-то, красота, в отличие от большинства руководителей всей национальной полиции, фейков этих великих, он не выезжает отсюда, вот этот человек, который буквально неделями вместе с вами пребывает здесь, начиная с роты «Харьков-2» и кончая батальоном. Человек, который не лишний раз никогда не повысит голоса, не крикит просто так на бойца, подойдет, каждому пожмет руку, садит за один столб. Мы ликвидировали склад оружия. В этом складе оружия было ну, более четырехсот единиц всевозможных огнестрельных огнестрельного оружия, пулеметы, гранатометы, боеприпасы и второй склад, в котором было около тысячи комплектов камуфляжной формы. Вот вопрос, для кого это все готовилось? Уставшие, немногословные, часто немолодые уже Николая Чуремухину целых 65 лет. Люди, ставшие в ряды батальона «Харьков», не похожи на своих коллег-полицейских. И форма не такая красивая, да и зарплаты не всегда сравнимы. Но об этом здесь не сильно задумываются. Не обращают внимания на провокации клевету, на оскорбления и нападки. Не дергаются. Не это главное. Главное защитить нашу землю. Вымести выпалшие из поганых щелей обнаглевший криминалитет. Сепаратистов. Вернуть доверие и уважение к закону. Потому что закон это не сила. Это не человек с автоматом. Это справедливость. Да, которые пока что нужны для защиты сильные, решительные парни. С автоматами в руках наши парни. в будущем ездят и